Коллеги, начнем нашу лекцию. Немножко я про себя расскажу. Меня зовут Черкашин Евгений Александрович. Я преподаю все предметы, которые не удается найти преподавателей у нас в университете. Ну, понятно, что на нашей кафедре. И в области разработки аналитических информационных систем у меня есть несколько публикаций по вопросу создания систем поддержки принятия решений на основе математического моделирования. Я хотел бы начать здесь с небольшой презентацией, презентацией, как каламбурной получился, курса информатики у нас Аббирсского государственного университета, который разработан Федотовым Анатолием Михайловичем. И вот где-то здесь, я вот хотел найти перед нашим сборищем, есть страница, в которой информатика и информационные технологии представляется как процесс, направленный на выработку, так скажем, некоторой сущности информационной, позволяющей в окончательно, то есть в любом случае, когда мы этой сущностью пользуемся, мы принимаем решения. То есть вот эта идея систем поддержки принятия решений, она в своей основе как раз содержит вот эту необходимость именно принятия решения. То есть либо мы в процессе обработки информации создаем платформу, то есть мы какую-то агрегируемую информацию, то есть информацию агрегат, либо мы какую-то модель идентифицировали. Получается, что мы должны понять решение. И вот система поддержки принятия решений – это вот такая совкупность модулей программных, информационных ресурсов, также объединяющих их в средства обработки информации, направленные на поддержку принятия решений. Давайте сначала рассмотрим тоже базовые основы на что такое информационная система. Согласно книжке «How to design programs», вот можно на этом сайте ее найти, это специалист из Массачусетского института технологии, Матис Фельдайзен, написал книжку о том, как нужно учить программирование, в котором он изложил опыт программирования, там 30-летние преподавания, в том числе в институте МИТИ. И вот там все программные системы делятся на два класса. Давайте не так даже на их суде, здесь программные системы делят на два, значит, неинтерактивные. Значит, неинтерактивные системы, они полностью свой инпут поглощают и, в конечном счете, возвращают результат. Даже если, предположим, у нас настолько сложная задача, в смысле очень много ресурсов на нее тратится, скажем, оперативной памяти для простоты, то именно функционированные программы заключаются в том, что весь этот инпут, он имеет конечную размерность какую-то, ну, то есть какое-то количество этих символов, воспринимаем и потом возвращаем вот этот вот, вот этот вот самый результат. И есть, соответственно, и интерактивные системы, то есть программные, просто программные, они вот этот инпут поглощают по частям, ну и, соответственно, результаты тоже по частям генерируют. И к ним как раз относятся, например, десктоп-приложения, application, да, ну, там Word, например, да. Системы, которые обрабатывают поток данных, номер сотовой телефоны, сотовой телефоны, там, ну, DVD-проигрыватель, да уж, конечно, в стороне, но такой самый часто, точнее, понятно, что сотовые телефоны чаще всего встречаются, но вот на компьютерах общего значения на серверах это, собственно, информационные системы. То есть они, их задача стоит в том, чтобы накапливать входящую информацию, генерировать, ну, как правило, какие-то уже обобщенные результаты. В процессе еще информационные системы, они занимаются в общем случае, да, вот этой вот обработкой информации. То есть, например, можно создавать какие-то промежуточные таблицы базы данных, там их туда помещать. Все, мы работаем уже, но. Помещать промежуточные результаты, к ним потом опять делать запросы, и в конечном счете нам нужно выдавать информацию, которая предназначена, как правило, для, ну, если это организация. Потому что, например, если мы берем Google, информационную систему, да, она вот эту вот обработку информации делает, точнее, вот эти алгоритмы, которые считают связи между сайтами, там, посещаемость и тому подобное, они ориентированы на то, чтобы улучшить вот эту выдачу. Ну, вот. То есть то, насколько здесь именно генерируется решение, очень затруднительно сделать. Ну, по крайней мере, у нас есть некоторая упорядоченность между возможными ответами по отношению, там, к свойствам пользователя. А здесь же, значит, вот в этих вот самых аналитических информационных системах, вот эта вот аналитическая часть, вот этот цикл, да, там, и, скажем, часть вот этой выдачи, он должен быть настолько адаптирован к требованиям лица, принимающего решения. Возьмем такое сокращение, лицо, принимающее решение, ЛПР. Вот, так, чтобы это позволило лицу, принимающему решение, принимать антиинтуитивные решения. А в самом таком лучшем случае, да, ну, это, скажем так, некий неформализуемый такой термин, да, то есть в самом лучшем случае это возможность лицу, принимающему решение, пользоваться результатом, результатами математического моделирования. Я нашел книжку, я потом ее кинул в канал, о том, как осуществлять предварительную обработку информации. Вот, давайте сначала рассмотрим, каким образом стыкуется математическое моделирование с данными в информационных системах, ну, в том числе в базах данных, в каких-то скрытых за API хранилищах данных. Я работаю в Институте динамики системы теории управления, у нас, в Иркутске, да, у нас очень мощная школа, мы пытаемся поддерживать по математическому моделированию, и задачи математического моделирования мы рассматриваем вот в такой последовательности. То есть, сама задача математического моделирования это вот решение последовательности задач. Значит, первое, это наблюдение за объектом, я буквы обозначаю, то есть, объект это то, что мы моделируем, он является частью предметной области, то есть, предметная область. Пробуем вот так обозначать. Второе, если у нас есть качественный математический аппарат, и мы готовы при помощи математических зависимостей связи между элементами вот этого объекта, то есть, мы сразу же подразумеваем модель белого ящика, черный мы потом отдельно рассмотрим. То есть, белый ящик, ну, подразумевается, что наша математическая модель, здесь у нас что-то на входе, скажем там, x1, xn, и что-то у нас на выходе получается. То есть, y1, что-то мы хотим получить, то есть, неважно, там, это какой-то управляемый процесс, либо просто какой-то прикладной расчет, но, тем не менее, мы вот внутри нашей границы модели нашего объекта мы выделяем какие-то элементы. Белый ящик, черный ящик, то же самое, только мы здесь ничего внутри не видим. То есть, мы пытаемся строить какие-то зависимости y, и от набора x, и так грубо получается. Значит, мы будем рассматривать модель белого ящика. Второй этап. Получается, мы строим концептуальную модель. Ну, на Википедии можете там точное более-менее определение, оно вполне адекватное. То есть, набор терминов и каких-то отношений между этими терминами. То есть, вот лекция по семантическому вебу это как раз одна из форм построения концептуальной модели. Вот онтология, термин вообще считается не очень удачным. Все его там ассоциируют с онкологией, там, еще с чем-то. Ну, в общем, вот понятие онтологии в смысле технология, представления концептуальной модели вот в рамках некоторой стандартизованного языка. Еще строим концептуальную модель. Третье, потом строится модель, тематическая модель, номер в виде там дифференциальных уравнений либо там системы дифференциальных уравнений в частных производных. Можно, в принципе, рассматривать всякие комбинаторные модели, но здесь как бы не в этом суть. Важно, что мы дальше делаем. На уровне номер 3 у нас получается достаточно широкий класс задач. Помимо наблюдения за объектом нам еще нужно знать задачи, что мы, собственно, хотим от этой модели. Там исследовать ее свойство, либо там проводить предсказания в будущем или предсказания, что было в прошлом. В геологии номер часто используется. Вот. То есть, это вот эта модель на третьем этапе, она достаточно широкая. Вот. И на четвертом этапе, то есть, это не только, то есть, широкий в каком смысле, не только для нашего объекта, а для некоторого широкого класса объектов. А на четвертом этапе, их тут два этапа, 4.1, 4.2. На 4.1 мы, 4.3 можно написать, на 4.1 мы осуществляем структурную идентификацию, а на 4.1 этап 4.2 это параметрическая идентификация. Ну, а структурная идентификация, например, если мы моделируем моторы, например, двигатели автомобилей, то на этапе структурной модификации мы должны представить детальное представление нашего двигателя. Ну, это как ассоциации. С моим отцом занимались моделированием структуры древостоя в Иркутской области. То есть, Иркутская область на 88% покрыта лесами, но я надеюсь, потому что там и незаконная рубка тоже велась, ну, подобные вещи. структурная идентификация, например, в частности, решает задачу модели, как растут деревья. То есть, она динамическая модель, и по каждой, каждая порода дерева приходит из состояния в состояние, за некоторые тау, например, период времени, скажем, за 10 лет береза в Иркутской области переходит из молодников там первого класса возраста, молодники второго класса возраста. То есть, вот весь период жизни для простоты разбили на какие-то конкретные состояния. Здесь у нас средневозрастные, там дальше приспевающие, приспевающие, ну, здесь приспевающие, они начинают плодоносить. Здесь тау везде одинаковые, имеется в виду тау березы, я не буду букву ГП. Приспевающие, спелые и перестойные. Перестойные деревья, ну, они там больные, например, их стоит, в принципе, ну, спиливать. Они мешают, например, расти молоднякам. Вообще говоря, вот этот тау определяется в зависимости от региона. То есть, мы, например, хотим Иркутскую область моделировать, но эта модель настолько общая, что мы можем моделировать, в принципе, любые леса на планете. Вот, но важно, чтобы мы для нужного нам региона знали возраст трубки. И от этого возраста как раз зависит вот этот тау. Вот, то есть, например, возраст трубки для сосны обыкновенной, там тау равно 20, то есть, 20, 40, 60, 80, то есть, через 80 лет мы ее можем, соответственно, вырубать, заготавливать. Ну и вот на этой модели, то есть, вот структурная идентификация, она занимается тем, что вот эти стрелки устанавливают, потому что в общем случае мы можем из любого, ну тут, скажем, у нас береза, здесь у нас сосна, да, из любого, в любое состояние, в принципе, переходы сделать. Эти переходы это рост дерева, а вот такие переходы это так называемые суксессии. То есть, хвойные деревья растут медленнее, да, но им, например, не нужно много света, то есть, они могут в пологе, например, лиственных расти, а когда быстро растущие лиственные деревья станут старыми, начнут падать, а эти тут как тут, значит, они уже вылезут и будут преобладающей породой. Вот это, что касается структурной идентификации. Параметрическая идентификация, она вот эти как раз ТАУ определяет. Вот в данной работе ТАУ определяется довольно просто. Мы с отцом ездили в стационар в Красноярский край, там на границе Иркутской области и занимались измерением на специальных площадках диаметров деревьев. Площадки, они в течение, там, у них, по-моему, 30 лет уже эксплуатируются. По результатам этих измерений как раз можно было ТАУ определить. Ну, в том числе и по возрасту рубки, если для более грубых моделей можно строить. Структурная идентификация, параметрическая идентификация. И здесь вот некоторая определяется стратегия. То есть если мы решаем задачу Каши, то есть у нас для Иркутской области, да, есть некоторое начальное состояние по времени, ну, это по какой-то одной породе одного класса возраста. И мы хотим узнать там, как будет меняться, меняться соотношение тех или иных пород того или иного класса возраста. Мы всегда, в начале у нас есть некоторые измеренные площади. Их количество определяется с вертолета в каждом конкретном случае. Вот у нас были данные на 1973 год, мы как-то посчитали на 2006 год, ну, со всеми дополнительными элементами, связанными с хозяйственной деятельностью человека. Модель очень грубая, она, по идее, должна быть в пределах 75% величины. Предсказали какое-то значение вот здесь вот, мы должны сюда добавить еще 75% величины. И вот результат где-то в этом диапазоне должен был быть. А в конечном счете потом измерения показали, что то есть практически у нее точность где-то 10% величины. То есть в 7 раз примерно лучше, чем мы предсказывали. Исходя из стратегии, мы должны определить, каким образом мы задаем начальные, ну, начальные условия понятно, мы их измеряем, да, но кроме начальных условий, это этап расчета сценариев или там имитационное моделирование, если мы какую-то дискретную модель рассматриваем, какого-то сценария тоже, то есть конкретного сценария. Так вот, вот среди начальных условий там часть определяется чисто умозрительно, ну, например, сколько мы собираемся рубить леса, долю площадей спелых и перестойных в определенное время, там, в определенном году. То есть можем там нарисовать, например, да, по времени. Ну, это как раз относится к управляющим функциям. функциям управления. Оно как бы такое супервизорное получается. Можно менять также вот эти коэффициенты Тау, например, если мы моделируем процесс горения леса, пожары, какая-то доля леса у нас уходит в такое специальное состояние. Оно, кстати, первое генерируется. Часть площади средневозрастных, она переходит в С0, это так называемые необлесенные площади, то есть гори и опушки, то есть там леса нету, но они принадлежат лесной площади. И вот интенсивность перехода вот это, да, местная Тау, она как раз зависит от того, например, сколько мы вкладываем средств на поддержание леса в негорючем состоянии, борьбы с вредителями. У нас любимый вредитель это сибирский шилкопряд, бабочка такая. Они выедают клою лиственниц. Мы на этом этапе как раз должны выработать стратегию, таким образом мы будем задавать вот эту часть модели. Исходя из этой стратегии мы порождаем множество сценариев. Давайте мы там буквы S обозначим, буквы S русской, например. То есть самый простой способ получается выработки решения, это мы гипотетический вариант решения вкладываем в коэффициенты нашей модели и потом занимаемся пересчетами. Чтобы расчет выполнить, нам нужно еще несколько стадий там пройти, то есть 5 это разработка алгоритма. Кстати, алгоритм можно выработать где-то и на более высоких стадиях. 6 это выбор, как правило, численного метода моделирования. А, ну да, перепутал я, тогда местами надо их поменять. То есть сначала мы выбираем численный метод, потом реализуем для него алгоритм. 7 разрабатываем ПО, разрабатываем реализацию модели на языке программирования получается, часть на языке программирования. Ну тут опять же это все параллельно можно делать. То есть один из этапов получается, восьмой этап. Мы должны еще запрограммировать вычисление критериев. Получаем вот такие вот траектории, да, то есть это будут, ну не важно там, F, ИТ, АТ по времени, да, ну это вообще на самом деле это вектор функция, правильно все говорить. То есть получаем вектор функцию, что потом с этим делать-то, да, то есть как мы для лица принимающего решения будем представлять наше решение. То есть лицо принимающего решения, как правило, это не математик, и он наверняка не хочет разбираться со структурой нашей модели, как мы там ее запрограммировали, мы должны ему представить решение, анализ результатов моделирования, то есть это форекастинга или там если мы исследуем модель там на устойчивости или еще что-то делать, мы должны какие-то числа преобразовать в набор чисел. Вот эти вот этот набор и называется критерии. Они там бывают качественные и количественные. За счет количественных критериев мы можем, например, сравнивать эти сценарии. А вот среди качественных можно, например, задавать такие конструкции типа, например, существует ли такой момент времени t, в котором, например, s0 t, то есть для любого, например, t и того, больше или равно t n, что вот эта функция она все время будет убывающей. Кто ее написать, тот она... А, ну, например, стремится к нулю, например, на этом этапе. То есть асимпетический. Предположим, у нас здесь время, а это вот тот самый с нулевой, то есть опушки и гарри. И вот мы там начинаем эксплуатировать. Здесь у нас t0, здесь у нас tn. Вот мы начинаем эксплуатировать, у нас, скажем, s0 растет до некоторых t, а потом он будет симпетически, например, уменьшаться. Здесь не обязательно какой-то излом, но идея вот в этом смысл. Можно тут еще написать дополнение и s0 от t, например, меньше s0 от t0. Тогда tn у нас перемещается, получается, вот в эту сторону, да? То есть вот до сюда вот. Ну, там tn1, например. Вот это вот как раз качественный критерий. Ну, один из примеров. Можно много чего такого задать. То есть мы автоматически, получается, порождаем сценарий. И вот система порождение сценариев, конечно, она может быть реализована там вручную. Можно придумать какую-то систему на основе логического вывода, в том числе, которая моделирует деятельность математика в какой-то степени. Девятый идет пункт расчет сценариев. И, соответственно, мы из них получаем вот эти критерии. Ну, это, по сути, таблица получается, да? Куда мы таблиц денемся? То есть вот в этой таблице здесь вот, например, мы можем поместить начальные условия. Можно, кстати, не помещать там. То есть в зависимости от того, что нам потом для анализа понадобится. А здесь вот расчеты на критерии. А здесь у нас сценарий. Там сценарий один, сценарий два и тому подобное. То есть на десятом мы производим ну, там, двухступенчатую оптимизацию многокритериальную. То есть 10.1 например, построение парета множество. Ну, что это такое? Предположим, у нас есть два критерия. Ну, и там сценарий это критерий один. К1, например, напишем. Это критерий два. Ну, вот в паре-то оптимальном сценарию получается, что из паре-то множество мы должны выкинуть те сценарии, которые хуже какого-либо другого по обоим критериям. Мы должны выкинуть соответственно вот этот, потому что он хуже вот этого. Ну, предположим, когда больше, это хорошо. Бывает там, если мы экологические заграждения, да, исследуем, стрелка в другую сторону будет направлена. Этот выкидываем, потому что вот этот существует, да, сценарий. Этот выкидываем, он хуже вот этого. Ну, и вот этот. В результате получается у нас вот такое вот паре-то оптимальное множество. То есть, внутри него находятся такие сценарии, которые, по крайней мере, по какому-то одному критерию лучше, чем другой сценарий. 10.2 многокритериальная оптимизация. Скажем, вот в нашем институте ВДСТУ разработан интересный такой метод. То есть, берем вот это множество, выстраиваем его. Скажем, первый сценарий, второй сценарий, там, третий, четвертый, пятый. И потом показываем его эксперту. Сценарий 1, так далее, 2, 3, 4, 5, да, сценарий 5. Показываем и говорим, что, вот стрелкой покажем, что вот это сценарий по нашему мнению, а у нас никакого мнения на самом деле нет, он просто так оказался здесь. То есть, это сценарии лучше, чем вот эти сценарии, которые находятся слева, да, справа. А он смотрит, то есть, смотрит внутри суть и потом говорит, что вот эти два сценария нам нужно поменять местами. То есть, вы ошиблись в своих оценках. То есть, он какими-то там интуитивными своими критериями пользуется. Может даже на уровне интуиции. Ну, просто он видит, что там один лучше другого. И говорит, что их нужно поменять местами. То есть, самое слабое сравнение, это, что один сценарий, например, S3, не хуже, чем S2. То есть, S3, ну, если так вот обозначить, или там, если взять, задать какое-нибудь отношение порядка, какой-нибудь такой вот хитрый, то S3 не хуже, чем S2. Или наоборот. Да, S2 не хуже, чем S3. Тогда S3 не хуже, чем S2. Ну, на самом деле, понятно, что мы же с числами здесь, то есть, эти критерии, чтобы мы их, в принципе, могли сравнивать, они должны быть числами. Поэтому здесь мы можем, в принципе, использовать нормальное неравенство. Дальше из этих неравенств строится задача линейного программирования. Ну, как вот решают на экономике, то есть, есть общая функция F и набор неравенств. Эта задача линейного программирования решается. Там F имеет, ну, я не буду здесь сильно рисовать, там, скажем, C1, K1, плюс C2, K2, плюс C3, K1 умножить на K2. Таким образом, мы из вот этой вот многокритериальной оптимизации, да, мы сводим, вообще говоря, к одному критерию, то есть, один критерий, но он выражен через эту функцию F. То есть, получив эту функцию F, мы переупорядочиваем вот эти вот наши сценарии и опять показываем эксперту. Если он удовлетворен, то полученную формулу вот этого, то есть, вот эти коэффициенты C1, C2 и C3 из решения вот этой задачи линейного программирования мы дальше используем как способ вот этой реализации и многокритериальной оптимизации. И лицу, принимающему решение, мы должны, ну это же такая психологический момент, давать не одно решение, скажем, а три, для того, чтобы он, ну как бы, мог принять решение о том, какой из этих трех сценариев лучше. Ну и, в принципе, потом полученные знания можно опять же использовать для вот этого построения более лучшей функции многокритериальной оптимизации. Если же экспертов вот не устраивает наш порядок, еще какие-то местами нужно поменять сценарии в этом ряду, да, то добавляется еще дополнительное здесь ограничение и задача линейного программирования заново решается. Беда этого метода в том, что он имеет экспоненциальную сложность по структуре, то есть всякий раз, когда мы добавляем еще одну реализацию суждения наших экспертов, то количество действия неравенств удваивается, поэтому не надо сильно много раз ему давать возможность. Но это один из способов многокритериальной оптимизации, есть еще другие варианты решения этой задачи. Так, переходим. После того, как мы эти сценарии выбрали, то нам нужно это представить лицу, принимающему решение. На этом этапе очень важный вопрос это визуализация. То есть каким образом представляем? Вот для задач, связанных с моделированием лесных ресурсов, у нас особо в визуализации проблем не было, потому что мы вообще рассмотрели две модели. Первая это динамика и управление древостоем называлась, ну или в оригинале лесные ресурсы. Лесные ресурсы. Здесь было достаточно показать вот эти соотношения площадей или там объема запасов древесины. Мы можем просто показать соотношение светлохвойных деревьев с темнохвойными. То есть темнохвойные деревья в Иркутской области они представляют больший коммерческий интерес. Вот, например, сосна обыкновенная это обозначению тех, кто у нас изготавливает мебель, это белое дерево. Кедр, ну это серое дерево, но его вообще говоря запрещено заготавливать в промышленном масштабе, потому что вот эти шишки и семечки орехи являются кормовой базой для большого количества животных в Иркутской области. Заготовка в небольших объемах ведется как раз для изготовления мебели и там каких-то поделок. И тем более он еще растет. Но кедр это не кедр, который на Дальнем Востоке, а сосна сибирская, одна из родновидностей сосны, но мы ее кедром называем. Вот, что по поводу визуализации. То есть мы должны в зависимости от того, какие свойства имеют наши критерии, да, то есть что это такое, да, по своей сути. В том числе начальные условия. Мы же как-то должны показывать, какие первоначальные идеи привели к значениям этих самых критериев нашему лицу принимающему решения. Вот, таким образом на основе математического моделирования можно строить, можно, кстати, в цикл сюда вставлять какие-то задачи, решения оптимизационные, разработать такую стратегию, при которой S0 оптимально стремится симпатически к нулю. А, вот такая еще бывает постановка у нас этим занимался Москаленко. То есть как нужно рубить деревья так, чтобы структура древостоя, то есть соотношение вот этих площадей была оптимальна как для заготовки древесины, так и для животного мира. Вот, интересно, что однажды к нам приехали, приехала китайская делегация в 2003 году в Академгородок. Они нам интересную задачку такую на эту тему. Вот этой модели у них заинтересовались, они там сами свои модели рассматривали унаследованную у американцев тоже достаточно интересные и качественные. Но у них была очень интересная задача, то есть в 1980, по-моему, шестом году к югу от Хэйлэнцзяна, ну это Амур, то есть вот граница России и Китая по Амуру, так вот к югу от Амура, вот эти вот в северной провинции Китая, значит, там случился пожар, то есть сгорели, ну, буквально все деревья там на очень большой площади. Они представили задачу, как за минимальное количество времени вот структуру древостоя, представленную к северу от Амура, потому что, ну, предположение, что, в принципе, Амур, он сильно не влияет на внешнюю окружающую среду, то есть на температуру, там еще, то есть то, что с севера деревья растут, они должны были и на юге расти. То есть их заинтересовало два момента. Во-первых, побывать на юге, ну, к северу от Амура посмотреть и исследовать структуру древостоев, чтобы определить свойства целевой функции. Второе, это вот как раз выработать оптимальную стратегию выращивания деревьев, так чтобы за минимальное время к этой же структуре привести. Так что, вот таким образом интересно решается математическая экологическая задача. Понятно, что в данном случае мы имеем дело с аналитической информационной системой, она, кстати, не совсем информационная система, потому что вот эти данные конкретно в этой задаче, они не такие большие, они представляют собой в основном экстренные таблицы, мы к ним обращаемся, но тем не менее здесь важный момент вот этой части моего доклада состоит в том, что каким образом мы представляем конечную цель наших разработки информационных систем, то есть каким образом мы представляем решение, предоставляемое лицу принимающему решение. Тут надо одну вещь сказать, опять же возвращаясь, что в данном случае у нас аналитическая информационная система, она представляет собой некоторый такой вариант прикладного пакета, то есть мы сначала заглатываем всю информацию, ну или там информационная система делает запросы к базе данных, в конечном счете на этом этапе данные уже из базы данных перестают попадать, и мы здесь только занимаемся тем, что выполняем расчет и анализ, то есть в фирмах, на производстве получается так, что информационная система, она сохраняет свои свойства быть интерактивной программной системой, то есть поглощать по частям некоторые данные и через некоторое время она должна возвращать некоторые суждения о том, что там происходит. Такой режим работы информационной системы называется Online Transactional процессе. То есть если данные сюда постоянно идут, то нам нужно в некоторый момент времени зафиксировать состояние базы данных и уже делать запросы для обработки и анализа информации на основе вот этого слепка. А иначе у нас там каша получит. Ну, в принципе, для любой базы данных справедливо. И еще один важный момент, то есть он почему-то его внутри самого названия нету, сократили, что для обеспечения того, что наши решения предоставляем лицу принимающему решения были актуальными, надо, чтобы это происходило еще в системе реального времени. Именно в полноценном его определении. То есть система реального времени это система, корректность которой зависит не только от того, как реализованы программные модули, да, ну, то есть что все делается правильно, да, при правильных входных данных соответствующих некоторому критерию, все это делается за конечное количество шагов. Ну и кроме того, вот это все, то есть это количество конечных шагов и корректность полученного результата, надо, чтобы было сделано вовремя, в определенный момент времени. То есть это не означает, что система должна работать быстро, она должна быть предсказуема. Задача анализа данных информационной системе, она на самом деле сложна и комплексна. Здесь мы можем спокойно потратить время на исследования. А если же нам требуется реализовать управление каким-то заводом, кстати, актуальная задача, мы в Китае ездили перед самой-самой пандемией, за два дня до закрытия границы мне удалось оттуда уехать из города Фушунь, но производящие мощности делятся на две составляющие, основные. первое, это непрерывная, например, сталелитейная промышленность, и второе, это, они называют их по-английски bench, делать какой-то заказ на некоторый набор микрочипов, в количестве, например, 500 штук специализированных, например, для решения какой-то задачи, либо собирается какая-то специальная аппаратура, тот же самый EWL, например, есть спецификации о том, из каких частей нужно создавать, и вот разрабатывается специальная производственная линия, там за один, за два дня на этой производственной линии собирают эти самые EWL, это как раз bench processing, это то, что как раз больше всего добавляет сложности к информационным системам индустрии четвертого поколения, не помню, как она там обозначается, V4 назовем его, это примерно то же самое, что интернет четвертого поколения, где производственная линия строится на основе IOT, интернет вещей, то есть каждый элемент или часть там, станка, что довольно странно, представляет собой микроконтроллер, они там могут взаимодействовать через каншин или через интернет, и вот благодаря вот этому взаимодействию, информационному обмену, вот эти bunch processing линии, можно строить достаточно быстро. Черный ящик, мы рассматриваем процесс обработки информации, направленный на принятие решения, если мы не строим модель вот в том виде, который, ну, как пример приводил, то есть у нас есть получается некоторый вход, можно как X-вектор обозначить и некоторый выход, хотя на самом деле сюда еще можно добавлять нечто, например, управляемое, но это довольно странно, потому что мы тогда все равно какие-то связи должны между ними устраивать. То есть черный ящик не предусматривает наличие внутри или как детализации нашего объекта как системы взаимодействующих модулей, каких элементов каких. В конечном счете работа информационной системы, аналитической информационной системы, она направлена, ну, вот с учетом вот этого все, что я здесь говорил, да, там каких-то режимов эксплуатации, она направлена на то, чтобы построить как минимум, то есть всегда есть этап, ну, не знаю, как он там, номер, назовем его номер 5, да, то есть пятый этап состоит в том, чтобы построить таблицу, обычная таблица, то есть если вы изучали, например, то же самое Pandas или Excel, да, какая-то часть в этой таблице посвящена X, какая-то часть Y, где-то здесь у нас находится там база данных, а здесь какой-то интерфейс, который занимается тем, что или база данных, или там распределенная база данных, там реляционная база данных, какая-то база данных, в общем, наша задача в том, чтобы собрать здесь информацию определенным образом, так, и представить вот этот самый X вектор, то есть часть таблицы, и здесь мы предполагаем, что на выходе у нас, ну, или там они на самом деле есть тоже какой-то набор полей, вот, и в зависимости от того, как у нас зависит там Y, и ты от X вектор, это вот и есть то самое штука называется wisdom, по-английски, то есть то, как мы понимаем вот этот вот процесс в черном ящике, кстати, вот этот черный ящик, он может с собой представлять и саму информационную систему, предположим, если мы управляем предприятием, то, то есть цель вот этого интерфейса заключается в том, чтобы для нашей модели мы могли бы построить таблицу, потому что таблица это единственное входное данное для выполнения методов многомерного статистического анализа данных имеет большую часть пересечений с data mining или там knowledge acquisition, если хотите, можно туда, в принципе, тоже туда дописать, вот, то есть вот эти зависимости. МСА делятся согласно профессора, такой был у нас в Новосибирске, лбов, коллега Николая Григорьевича Загоруйко, что он родился в Украине, он является основоположником вообще вот этого направления многомерного статистического анализа данных. Была такая история, приезжает американец на какую-то конференцию в Советском Союзе, его Загоруйко спрашивает, вы знаете специалиста советского, который вот, ну, там описывает его, такие-то, такие-то, такие-то работы, Николай Григорьевич говорит, ну, это, наверное, я. То есть они так или иначе признают, что, в принципе, основные начало работы было по базовым основам машин-лёрнинга сделано в Советском Союзе. Ну, так вот, Долбов, он говорит, что в его книжке, что сказано, что, в принципе, все задачи многомерного статистического анализа данных делятся на шесть классов. Значит, первое, это построение корреляций. То есть мы строим некоторую функцию из R в степени, там, N, ну, N количество там этих независимых в R. Ну, там на самом деле можно там разный набор атрибутов представлять в качестве целевого значения, но идея вот в этом состоит. Вторая, скажем, F1, F2, она отображает R степень, N отображается на фиксированное значение, фиксированный набор. Можно так вот написать, там, скажем, 1, там, 2 и так далее, до некоторого значения M. Ну, где вот эти цифры, это классы. Третье, значит, нам задано вот это вот какие-то значения из R N, пусть и атрибуты написаем, то есть атрибут 1 и так далее, атрибут N, принадлежащие в общем случае, на самом деле, конечно, можно и строки, и буллин, и так далее туда вставлять R в степени N, нам из этого нужно каким-то образом, я вот так вот напишу, семантически вывести M, узнать, какое количество классов у нас существует, как минимум, и как-то их охарактеризовать. Это как раз задача, которая называется задача таксономии, в народе она называется кластерный анализ. Я раньше тоже этим термином пользовался, но потом меня на место поставили, что кластерный анализ это только одно из направлений таксономии, правда, очень широко и почти все там, но систему типов можно и по-другому строить, например, просто наблюдая за самим объектом, как вот для разработки баз данных есть два метода entity relationship, да, другой метод функциональных зависимостей. Так вот, метод функциональных зависимостей можно интерпретировать как раз как метод многомерного статистического анализа данных. То есть мы смотрим, какие зависимости бывают между атрибутами и те, которые в этой части функции, мы из них делаем ключевые, например, если у них с верностью 95% выполняется вот эта зависимость. четвертый этап это анализ информативной емкости атрибутов, то есть от этих аитых и самих в строках у нас что объекты же, примеры будем называть, там example, например, E2, и G2, например. То есть у нас есть в точности два повторения в таблице примеров, то одно можно из них выкинуть, ну, либо там как-то учесть, что вот их два, встретилось. еще один атрибут сделать их значимость. Значит, пятый планирование эксперимента. Значит, здесь суть в чем планирование эксперимента. Значит, мы как-то там зависимость между x и y установили, и нам нужно здесь вот еще сделать новый набор какой-то E, M, а здесь напишем E, M плюс первый. Такое, чтобы значение функции обладало каким-то свойством определенным. Скажем, проводим измерения, даже можно на рисах или просто линейка, например, вот эта функция, это просто расстояние в миллиметрах между точками A и B буквой D, DISTANCE от E и того. А вторая функция это отклонение среднеквадратическое. Точность измерения, я неформально здесь напишу, то есть функция точности измерения. То есть какую-то мы оценку делаем, то как мы намерили. Так вот, нужно найти такие значения вот этих вот X и так далее, чтобы, скажем, вот эта точность измерения была максимальная, ну то есть отклонение было минимальным. И тут то, что к планированию эксперимента относится. И шестой пункт, все то же самое, только для временных рядов. И сюда же можно переписать анализ генетических последовательностей, то есть биоинформатика, биоинформатик. Но самые простые методы биоинформатические и анализ временных рядов базируются на том, чтобы преобразовывать временной ряд в набор вот этих вот строчек в таблице там со смещением, например, метод гусеницы или метод с построением гусеницы. И потом находить, например, какие-то повторяющиеся части в сигнале. Просто мы преобразуем к таблице и над ним выполняем вот эти вот методы. Но в конечном счете нам нужно получить вот эту таблицу. Это основная задача. Понимание работы вот этой аналитической системы представляется в виде такого треугольника. то, что делает человек, выражает следующим образом. Это значит, на нижнем уровне у нас данные. Предложим, вот есть база данных, либо там Excel-ные таблицы, или просто бумага, на которой цифры написаны. На следующем уровне у нас будет dataset, следующий это будет шаблоны. Данные рассматриваются просто как набор знаков, которые где-то в книге записаны, либо где-то хранятся. То есть, то, какое отношение они к задаче имеют, не рассматривается. Когда же мы рассматриваем dataset, то тогда это новый взгляд на эти данные уже с точки зрения той задачи, которая ставится. То есть, мы берем отсюда какую-то выборку, как-то там ее преобразуем, и раздать у нас получается dataset. И вот дальше вот эти методы многомерного статистического анализа, ну или там вручную, интуитивно как-то, да, мы смотрим какие есть паттерны. Значит, паттерн по-английски переводится как нечто повторяющееся, повторение, например, поведения. Например, методом кнута и пряника воздействуем на исследуемый объект или воспитываемый объект, как эта современная система образования до сих пор устроена, да, то смотрим, значит, что будет, если мы будем делать так, что будет, если делаем так, либо вырабатываем определенные паттерны поведения. И вот на верхнем уровне идет тот самый виздом. В книге явным образом, ну я тоже начал ее читать, там первая часть посвящена работе с Пандас, а сама суть, то есть вот эта философия описывается на таком вот уровне. И про виздом там ничего не сказано. То, что можно добавить к виздому из того, что вот было в том числе в Советском Союзе разработано. Вот если мы рассматриваем понимание части гносиологии, связанной с восприятием, описываемым в трудах Владимира Ильича Ленина, то там вот как раз виздом ассоциировался с понятием практика, да, то есть мы, например, здесь что-то видим, ну то есть, сами, наш мозг, если мы смотрим в окно, да, вот я сейчас вижу какое-то здание там с красными стенами, голубыми окнами и серой крыши, да, то есть восприятие, здесь это практика, здесь суждение, да, вот здесь заключение, то есть мы здесь приходим к решению о том, что мы видим, значит, суждение, это мы начинаем привязывать наше заключение к тому, что мы знаем, а практика, это то, что обеспечивает нам возможность вот этих вот двух, скажем, восприятием, можем на уровне того же перцептрона каким-то образом обрабатывать, то здесь Это уже современные нейроны сети более высокого порядка, те, которые сейчас изображение генерируют. Либо же на этом этапе можно как раз использовать уже логический вывод в стиле пролога и еще чего-то. И вот в данном случае в wisdom понимается, как построение даже неформальное у нас в голове некоторого знания о том, как вот эти паттерны можно потом использовать и вообще что они сами по себе значат. То есть в чем их суть, начинаем воспринимать не просто как что-то повторяющееся, но мы можем это каким-то образом объяснять, почему это таким образом делается. С точки зрения математики, этот wisdom это и есть вот эти самые идентифицированные модели. Идентифицированные модели. Это в лучшем случае, то есть если мы реально можем модель построить. То есть имитационное моделирование сценариев вместе с этими вот многокритериальной оптимизацией, которая позволяет как раз лицу принимающему решения вот эти варианты представить. То есть если вот мы рассматриваем автоматизацию вот этого процесса, то есть восприятие человеком и обработке информации. С точки зрения алгоритмического обеспечения информационного, то мы можем представить здесь, то есть вот это вот, что я здесь написал, но также можно записать следующим образом. Вот у нас данные, data, information. Вот такой с информационной точки зрения, да, с общей knowledge. Да, wisdom здесь находится. А вот это вот, сейчас я тоже перепишу, это вот то, что, то есть data, data set, это с точки зрения многомерного статистического анализа данных. Паттерн и здесь наверху action. Ну, по сути говоря, action в самом простом случае просто вот лицу принимающему решения показываем вот этой вот паттерной. И он там с ними какое-то принимает решение. То, что мы делать должны на самом деле, то есть к чему стремиться. Если у нас черный ящик, и мы его автоматизируем до того уровня, чтобы лицо принимающее решение мог использовать результаты обработки нашей информации, то строится вот следующая модель. То есть понятно, data, они никуда не деваются, data set, дальше идет visualization, и вот тут вот этот самый вид. То есть то, что я вам сначала рассказывал, он где-то еще вот здесь вот внутри находится. Довольно много разных уровней. То есть вот в чем состоит визуализация, я тоже перечислю просто это, например, находить схожие там тренды, например, сопоставить их. Как вариант найти соответствующие друг другу, вот в смысле вот этих шести задач, атрибуты и зависимости между ними. Ну, например, там факторный анализ между ними проводить. Каким-то образом, в общем, представлять эти самые результаты. То есть одна из задач вот этой вот части заключается в том, чтобы сопоставить два фундаментальных представления на данные. С точки зрения методов многомерного статистического анализа данных, все атрибуты, то есть аиты, делятся на две части. Это номинальные, давайте по-английски лучше напишу, номинал. Бинарные, и здесь там целые числа, да, ну, я буквы N обозначу. Правда, фиксированное количество, то есть от одного там класса, да, получается, да, M. Бинарные делятся тоже на две части. Это симметричные и несимметричные. Ординальные. Ординальные, то есть номинальные, они обозначают, цифры один-то и так далее, или там истина-ложь, они обозначают какой-то класс объектов. И эти классы, они друг с другом несравнимы. То есть ординальные, это величины порядка, ну, то есть между ними можно задать, ну, в лучшем случае, конечно, линейный порядок, да, но иногда, скажем, есть какие-то, скажем, вполне порядочные множества. Но там, правда, это что-то среднее получается между номинальными и ординальными, по-сложностям, целые числа и число с плавающей запятой. Вот, а с точки зрения баз данных, атрибуты делятся, то есть они характеризуются, ну, типом данных. Вот я не буду их рисовать, эти типы данных, там строки, целые числа. Все алгоритмы с первого по шестой, они как раз используют свойства атрибутов вот в рамках этого дерева. А в базе данных, соответственно, у нас есть тип данных. Вот одна из этих задач как раз состоит в том, чтобы сопоставить эти типы данных. Да, откуда мы можем получать данные? Данные мы можем получать, ну, как утверждает автор здесь, из трех источников. При разработке аналитических информационных систем, ну, мы тут тоже вынуждены будем решать эту задачу. Значит, первое, это база данных. Вот в этом пункте предполагается, что вы можете получить хотя бы на чтение доступ по всем возможным таблицам и записям. Ну, это в таком самом лучшем варианте. Второе, это получать их через веб. Делается запрос на веб-страницу, там, в формате html, там, или json. Имеется в виду некоторый неформальный способ взаимодействия с вебом. То есть более формализованные, это через вот эти самые интерфейсы предкладного программирования. То есть есть достаточно формализованная процедура взаимодействия с информационной системой. И вы оттуда можете брать эти данные. Ну, понятно, что вот эти два способа, они очень сильно зависят от тех разрешений, которые вы получите для доступа к информации. Четвертое, соединение по запросу. Значит, здесь есть некоторое третье лицо. Ну, то есть вы там с директором переговорили, хочу там для вас сделать исследование, например, да, хотя бы в режиме оффлайн. Ну, или в пакетном режиме. А он говорит, хорошо, вот вам товарищ, ТРИЗ, называется владелец знания, да, то есть владелец ресурсов. То есть он знает, где база данных, какие там ключи есть и тому подобное. Вот он, вы к нему идете, говорите, вот хочу такие данные. Вон вам кусок базы данных. То есть вот он дает вам эти данные, и вы потом идете их где-то там обрабатывать. Пятый, это публичный доступ. То есть они где-то там лежат уже, есть описание, документация, и вы просто их берете. И вот в зависимости от того, какой режим доступа у вас будет, тем или иным способом вам нужно будет реализовывать вот это решение. Так, ну это не самое интересное, тут просто регрессионные модели рассматриваются, их общие свойства пока не будем рассматривать. А еще один важный фундаментальный вопрос, это уровень структурированности данных. Это последнее, что мы сегодня рассмотрим. Есть два таких, две границы, то есть это, скажем, структурированные данные. К примеру, это революционные базы данных. Какая-то должна быть документация, потому что лежит в каждой таблице, как эти таблицы друг с другом взаимодействуют. То есть какие у них там релэйшнные друг с другом есть. Вы там уже выбираете. И там не структурированные. То есть, например, изображения какие-то, тексты простые. И вот между ними как раз где-то находится то, с чем непосредственно придется работать. Ну и что нужно здесь сказать, что в этой части будет много времени выделяться преобразованию таблиц. Здесь вполне уместно использовать алгоритмический уровень управления. Да, алгоритмический уровень управления. Подразумевает, что он у нас достаточно примитивный. То есть здесь много времени на переформатирование данных. А здесь много времени, ну то есть много материальных средств и усилий. Уходит на то, чтобы их структурировать. Например, тоже в Институте динамики системы таблицового управления есть лаборатория. Они занимаются тем, что анализируют PDF-документы. То есть PDF и сами по себе, по сравнению со сканами PDF, он состоит просто из набора глифов отдельных и координат, где эти глифы расположены. Вот из этих глифов сначала нужно тексты сделать, потом распознать таблицы и уже потом из таблиц части документов строить уже целевые таблицы. Ну и таким образом для разработки информационной системы нужно, естественно, решить задачи получения доступа к данным. Второе. Анализ релевантности данных к задаче. То есть можно получить кучу данных, но они не будут релевантны к самой задаче. Сколько раз это бывало? Задача построить модель, начинаешь запрашивать данные для этой модели, для идентификации. Они говорят, нет таких данных у нас нет. Ну там, конечно, есть какой-нибудь вариант, связанный с тем, что мы можем умозрительно какие-то данные синтезировать. Но это как раз относится уже к фундаментальным исследованиям области моделирования, а не к разработке информационных систем. Анализ уровня структурированности. Четвертое. Значит, мы должны из задачи получить структуру таблицы. Пятая. Реализовать интерфейс, база данных. Ну это в кавычки, да, я возьму, потому что это то, что вот у нас в кавычках. Просто мало ли что у нас там может быть там изображение, например. Вот это вот таблица. Шестой этап. Мы сделали интерфейс. Опять тут решается задача интерактивный у нас или пакетный режим. От этого зависит много. И алгоритмы там, интерактивный, пакетный. Тут, кстати, сюда обращаем внимание на то, данные у нас большие или небольшие. При больших данных мы не можем все данные использовать для реализации таксономии при помощи кластерного анализа. Но есть методы кластерного анализа, которые выборочно, значит, собирают элементы. По серии экспериментов, значит, смотрят, как меняются полученные кластеры. Если они стабильные, то принимают решение, что и для всех остальных индуктивное решение. Значит, какие-то зависимости выполняются. Получение таблицы, да. Получение этой самой таблицы. На этапе, кстати, структуру таблицы мы должны определяться со свойствами атрибута. То есть, что они значат в смысле методов многомерного статистического анализа данных. Ординальные они там или... Дальше идут три этапа. Чистки таблиц. А. Это... Решать вопросы, что делать с N.A. Note Available, да. Ну, понятно, N.A. То же самое, Note and Number, в том числе, приводится в порядок название атрибутов. Но это частично решается через интерфейс, да. То есть, для того, чтобы столбцы можно было использовать методами многомерного статистического анализа данных, столбцы должны по-разному называться. То есть, тоже здесь это все разрулись. То есть, мы здесь, короче говоря, вот эту таблицу приводим в порядок. Приведение в порядок. Приведение в порядок в смысле исходных данных. В. Это, значит, этап, который посвящен тому, чтобы распаковать, реструктурировать, например, породить производную таблицу. Ну, это, правда, тоже, да, можно отнести к этому самому интерфейсу. То есть, вот эту и вот эту часть. В. Это, как раз, расчет и корректировка значений. И вот только после этого уже мы, на восьмом этапе, мы уже занимаемся непосредственно применением методов многомерного статистического анализа данных. Строим вот эти вот зависимости. Ну, и девятый, понятно, это визуализация. Визуализация вот такой постановки черного ящика, она, опять же, в основном зависит, во-первых, от свойств атрибутов, их там комбинаций, и объема, естественно, исходных данных. То есть, либо мы показываем все, что есть, либо показываем какой-то средств. С этих самых данных. Ну, я закончил. Надеюсь, было интересно.